Я в этот бизнес тоже пришел довольно-таки давно, там чуть больше 10 лет, из обычного села, 15 тысяч человек населения, да, то есть как бы ничего не предвещало какого-то карьерного роста, то есть все, обычный студент по профессии инженер-технолог, металлурежущий станков. Когда мне говорят, ну у тебя так здорово получается там разговаривать, то есть все, я говорю, ребят, я 5,5 лет металл резал на станках, меня учили резать металл на станках, да, то есть это никак рядом не стоит ни с рефлеем, ни с косметикой, ни с людьми, ни с менеджментом, ни с экономикой, да ни с чем это рядом не стоит, это просто металл и станки. Но все, что мы на сегодняшний день имеем, да, это результат нашего труда, труда над собой, да, то есть были случаи, получалось, не получалось, я уверен, что будет, будут случаи, когда будут и получаться, и не получаться, все это будет. И вот видите на этом слайде, да, что, да, две вещи меняют мнение людей, это слова и события. Вот сегодня Алексей сказал, то есть Маргарита, ну на нашем счету я почитал порядка, по-моему, либо 7, либо 8 школ активного, то есть 7, либо 8 раз я присутствовал на школе активного практически, ну почти каждый год. И, наверное, благодаря вот этому мероприятию, именно офлайн живым встречам, таким, да, масштабным встречам, у меня формировалось окружение. Именно там я познакомился с топовыми лидерами России из молодежного движения, Сергея Гоглоев, Екатерина Тимоховец, Маргарита Полежаева, Ольга Роберт Шамаданова, то есть именно там у нас зарождались какие-то взаимоотношения дружеские, то есть именно там мы делились какими-то фишками. Просто понимаете, как бы вот сегодня об этом тоже уже говорилось, да, но нельзя, поймите, нельзя с помощью какого-то видео передать эмоции. Даже вот видите вы сегодня, у кого-то звука нет, у кого-то видео нет, да, нельзя через компьютер, я не знаю, там вместе посидеть, шелыки поесть, нельзя там прочувствовать вообще всю атмосферу той или иной встречи. Этого нельзя сделать, да, то есть мы с вами живые люди и наш бизнес – это бизнес взаимоотношений. И вот правильно распределение оффлайн и онлайн, оно должно быть, то есть должен быть определенный баланс. Потому что очень часто, если вы заметите на будущее, заметите, да, когда будут выступать разные лидеры на разных вебинарах, семинарах, больших сценах, услышьте их, что очень часто многие из них говорят, да, я пришел в этот бизнес, там, ну, покупать для себя косметику, кто-то говорит, я пришел в бизнес совершенно случайно, кто-то говорит, да меня там уговорили, кто-то еще что-то говорит. И потом в ходе своей истории люди говорят, знаете, вот я просто покупала для себя, да, но вот однажды я поехала там на трубазу, однажды я попала на мероприятие, однажды я попала на награждение, однажды я попала на семинар, Однажды меня пригласили на презентацию, однажды, однажды, и люди рассказывают какие-то живые вот эти вот события, живые встречи, на которых они, сидя где-нибудь в зале, может быть, на последнем ряду, может быть, еще как-то, да, они сидели и смотрели на кого-то на сцену, или, может быть, они были на каком-то мероприятии, да, в неформальной обстановке, и они принимали решение. Самое главное, я считаю, в нашем бизнесе, да и в жизни в целом, это принять решение. Это когда вы не говорите в микрофон кому-то, это вы не обещаете со сцены, вы не пишете на бумаге из-за того, что вам сказали написать, а вы просто сам с собой договариваетесь, сам с самим собой, да, вы, может быть, нельзя там, может быть, вы разозритесь на себя, может быть, вы еще что-то, да, что все, то есть, я хочу так же, как и те, кто на сцене, да, я считаю, что я достоин больше в этой жизни, я считаю, что, то есть, я смогу больше в этой жизни достичь, и я готов для этого делать. Вот на таких мероприятиях, да, принимаются, ну, такие, знаете, молниеносные решения, когда, ну, они в котором в корне меняют направление вашей жизни. Да, у нас вот как раз такой же случай был, это была, по-моему, это была первая школа актива, да, это был 2007 год, была первая школа актива, на которую я поехал со своим, ну, будущим еще директором, да, я еле-еле, то есть, ну, закрыл директор, и со мной был как раз мой единственный ключевой бизнес-партнер, тогда мы там еле-еле набрали денег на эту школу актива, потому что денег свободных не было вообще, и вот, знаете, до конца, это был, какой у нас 16-й каталог, да, до конца 16-й каталог оставалось всего лишь одна неделя, это был квалификационный каталог, то есть, по итогу этого каталога нужно было открывать звание, да, чтобы попасть на следующий банкет директоров, и вот тогда у нас не хватало, по-моему, порядка трех тысяч баллов, но вот, находясь в этой атмосфере все три дня, слушая людей, знакомясь с разными людьми, понимая, что все реально, да, что люди делают возможным, невозможные вещи, что на сцене выступают точно такие же, как и ты, с такими же верю, не верю, могу, не могу, сомневаюсь, не сомневаюсь, но они это делают, они делают результаты. Тогда мы тоже приняли решение, что мы приезжаем, и мы во что бы то ни стало, мы делаем результат, и мы сделали результат, да, мой партнер, бизнес-партнер открыл звание директора, я открыл звание золотого директора, и мы выполнили квалификацию, и на следующем году мы были на банкете. Это вот одна из таких историй, то есть, понимаете, главное принять решение и делать. Вот вы видите, наверное, не раз увидели такой алгоритм, быть, делать, иметь, да, я всегда говорю, вот иметь это наша цель, это наше желание, это то, к чему мы с вами идем, да, делать это наша система действий. Ну вот не будет ничего, не будет никакого результата, если, ну, нету слову быть, да, если быть, это вот внутреннее лидерство, да, это вот когда вы договариваете с самим собой. Если человек не принял решение, я всегда говорю, если он сомневается, ему никто не поможет. Если он хотя бы на 1% сомневается, ему никто не поможет. Ну когда человек 100% уверен, а даже не 100, а на всю 1000% уверен, что идет он в правильном направлении, что он принял правильное решение, что он в нужном месте, в нужное время, тогда ему никто не сможет помешать. Просто вопрос времени, когда он будет делать новые звания, это вопрос времени. Да, я всегда говорю, в нашем бизнесе все достается по заслугам. Да, сначала мы работаем, не получая, может быть, желаемых результатов. Да, сначала мы с вами отдаем очень много людям, мы отдаем очень много разным людям, даже отдаем больше, чем они от нас ожидают. Да, мы, может быть, чем-то на начальном этапе жертвуем, но если вы постоянно в этом бизнесе, если вы настроены на рост, если у вас есть планы, дальновидные планы на свою жизнь, то вы получите в дальнейшем больше, намного больше со стороны и компании, и в своей жизни, больше, чем даже вы на это рассчитывали. Потому что в нашей жизни, в нашей практике, в нашем бизнесе, пока мы его развиваем, у нас было очень много случаев, когда мы от компании, в виде таких, наверное, заслуженных поощрений, результатов, получали то, на что мы даже никогда не рассчитывали, никогда об этом не мечтали. Да, одна из наших таких, ну, я считаю, что достижений, это когда на 2012 году, на 45-летие, компания Reflame, мы были, да, получили право присутствовать на королевском ужине в Нобелевском дворце, в Нобельхоле при присутствии королевы Швеции Сильвии. Вы представляете, то есть парень из деревни, да, находится в королевском дворце, в Нобелехоле, в Швеции, на галу ужине, в королевском ужине при присутствии королевы Швеции Сильвии. И вот таких вот моментов было очень много. Я уверен, что они будут в дальнейшем. Просто важно все-таки, то есть, принять решение. А по поводу, вот сегодня Алексей говорил, да, то есть, мужская команда, почему вообще здесь очень много мужчин? То есть, вот в нашей команде, где, наверное, процентов, может быть, 90, это мужчины, либо семейные пары. То есть, наш бизнес очень силен, когда в нем есть семейные пары, да, когда в него приходят, к женам присоединяются мужчины, когда к мужчинам присоединяются жены, да, так скажем, вот вроде бы в большинстве случаев у девчонок проблемы, как их своих парней, либо мужчин, да, подтянуть к РФМ. А у нас, как бы, у меня непосредственно в команде была другая, да не то, что была, мне кажется, и есть другая проблема, да, у нас в основном парни начинают этот бизнес, мужчины начинают бизнес, а жены против этого, и со временем они подтягиваются. Видим, наверное, кто лидер, ну, по полу я имею в виду, да, такая и команда формируется. Вот, и вот вы видите на слайде, да, то есть, правый нижний угол. Это, наверное, основная причина, почему здесь очень много мужчин. Потому что здесь есть деньги, здесь есть очень хорошие способы дохода, здесь очень есть хорошие суммы дохода. Потому что я считаю, что для любого нормального мужчины, да, он должен, ну, думать одновременно о многих вещах в жизни, да, то есть, вот вы видите на слайде, мне очень нравится вот этот слайд, то, что есть пять важных областей в жизни каждого нормального человека. Здоровье, семья, деньги, отдых, окружение. И вот наш бизнес – это та профессия, наверное, да, те возможности, тот бизнес, который позволяет одновременно во всех пяти областях развиваться, который позволяет одновременно во всех пяти областях улучшать свою жизнь. Да, я считаю, что для любого нормального мужчины, да, он должен думать обо всем, он должен думать о семье, он должен думать о благополучии семьи, он должен думать о том, чтобы его дети, да, так скажем, хорошо отдыхали, чтобы у них было, ну, хорошее, не знаю, воспитание, он должен думать о том, чтобы в окружении, чтобы его семья была в нормальном окружении, да, чтобы у его детей было хорошее окружение, чтобы у него было достойное окружение, ну, и однозначно же, да, здоровье. Потому что я всегда говорю, что это самое главное. И если быстро-быстро, вкратце, наверное, поделиться своей гордостью, своими некоторыми сильными лидерами, потому что обо всех лидерах не скажешь за 5 минут, именно о лидерах мужчин, которые пришли в нашу команду и изначально начали бизнес серьезно. Один из самых первых моих директоров мужчин – это Евгений Гаранькин. Как раз именно с ним мы были в 2007 году на школе актива, именно с ним мы приняли решение, что мы во что бы то ни стало за неделю делаем то, что многим людям казалось невозможным, и мы это сделали. То есть до бизнеса Евгений, так же, как и я, закончил институт, и он, вы видите, был инженером на охранном предприятии. Наталья была студенткой. И цель одна единственная – это, опять же, в большинстве случаев улучшение качества своей жизни. На сегодняшний день это очень сильная команда, очень сильный лидер. Они уже много лет не работают по найму, они являются предпринимателем. В их организации 5 человек получили автомобили по программе, автопрограмме. В их команде уже есть золотые директора, есть директора. То есть очень сильная команда с большими товарооборотами, очень дружная команда. Другая семейная пара – Коваль, Станислав, Мария, город Арзамас. До проекта «Обычные студенты», то есть, да, также мечтали о своем жилье, автомобиле, путешествиях. Ну, в принципе, как и любая, мне кажется, молодая семья, то есть, да, у всех, ну, желания, они подобные. Что на сегодняшний день? Это очень уже уверенные, сильные лидеры. На сегодняшний день у них в семье два автомобиля, да, и Стас, и Мария. Они получили каждый по-новому автомобиль от компании. Станислав и Мария буквально, ну, неделю назад с нами вернулись из круиза, из юбилейного круиза. В их команде есть директора, они купили свою трехкомнатную квартиру, да, их бизнес-партнеры ездят на менеджерские конференции в том году в Сочи. В этом году сейчас отдыхают в Болгарии, то есть, это сильная команда, которая также развивается. Лысков Александр, Мария, город Арзамас. Тоже до бизнес-компании, это родители с двухмесячным ребенком на руках, да, то есть, ну, обычная профессия, продавец, мама в декрете, ничего сверхъестественного. Да, и опять же, цели это банально, квартира, свобода, возможность зарабатывать всего хорошие деньги. На сегодняшний день, опять же, сильная семейная пара, в которой есть, а и автомобиль по программе, и участники банкетов. И в этом году были участники юбилейной конференции, да, сейчас Мария находится в Болгарии, то есть, они одновременно успевают выполнять все максимальные условия, да, мышечные конференции, золотые конференции, банкеты директоров, в их команде люди получают новые звания. Другая история, Андрей Борисов, небольшой город, да, население порядка сорока человек, то есть, до, видите, то есть, да, до нашего бизнеса прошел службу спецвазка, потом работал менеджером, то есть, как бы, тоже не сильно что-то у него, ну, скажем, в планах, ну, готовые было для него, да, то есть, он тоже шел своим путем, и мы совершенно случайно с ним познакомились, да, так скажем, мы никогда раньше не были знакомы, но на сегодняшний день это самый сильный лидер в своем регионе, также получил автомобиль, также его команда растет, то есть, в принципе, разные люди, совершенно разные люди достигают результата. Алексей Саргаев и Анна Новицкая, это очень яркие личные, яркие лидеры в нашей команде, которые за очень короткий промежуток времени, да, сильно стартанули, и вы видите, то есть, Алексей до Арифлейн был и предпринимателем в течение длительного времени, да, был аналитиком известной федеральной сети, то есть, да, и путешествовал уже по меру, человек пришел готовый, да, с мозгами, то есть, за другим стилем жизни, для того, чтобы зарабатывать деньги, и сегодня он отдыхает в Болгарии, да, и в его команде, вот уже буквально через два каталога закрывается первый директор, и Алексей, наверное, находится в открытых двух квалификациях, то есть, видите, люди разные, из разных городов, разных профессий, да, разных возрастов, то есть, но они достигают результат, это, как я уже говорил, далеко, конечно же, не все лидеры нашей команды, очень много и мужчин, которых, ну, увы, невозможно рассказать про всех за пять минут, но если чуть-чуть о нас, вот, да, вот такими мы пришли в этот бизнес, эту фотографию, ну, редко кто видит, и мало вообще, наверное, кто видел, то есть, те, кем мы сейчас на сегодняшний день являемся, но, увы, мы такими не были, да, это два студента, то есть, два подростка, просто с горящими глазами, которые хотели что-то лучше в жизни, которые хотели не жить, как все, большинство людей живут, а жить намного лучше, понимаете, то есть, когда ты понимаешь, что нету возможности, ты живешь в деревне, и рядом с тобой, вот, просто деревня, и больше нет ничего, и вот тогда я сразу заинтересовался, когда мы сразу же начали, тортанули, да, то есть, было ли все легко, да нифига подобного, да, то есть, вот то, ну, нашу историю, может быть, слышал, еще что-то, да, и, может быть, еще не раз мы ее расскажем, ничего легкого не было. То, как сейчас люди стартуют в нашем бизнесе, это вообще, то есть, ну, можно сказать, в шоколаде, да, то есть, люди начинают, все есть, все есть, информация, помощь, инструменты онлайн, вообще все есть, офисы, доставки, да, машины, гаджеты, айфоны, айпады, что только нету, есть все, у нас ничего не было, да, то есть, было только желание, и вот, наверное, вот этот стержень, внутренний стержень, про который я сегодня говорил, быть, да, что мы ни во что будем делать результаты не благодаря чему-то, а будем результаты делать вопреки всему, вопреки тому, что отказались все мои знакомые, вопреки тому, что родители были против, вопреки тому, что все там, да, улыбались за моей спиной, вопреки тому, что никто не верил, мы просто делали результаты, мы делали звание за званием, мы ездили на семинары с переломанными шеями, да, мы попадали в разные курьезные ситуации, мы попадали в аварии, и мы продолжали развивать этот бизнес. Ничто не могло нас остановить и ничто нас не остановит в этой жизни, то есть для развития новых и новых структур. И, конечно же, на сегодняшний день изменилось все, кардинально все. Да, сейчас это новые машины, то есть почти каждые 2-3 года мы меняем автомобили на новые автомобили, покупаем из автосалонов, мы купили квартиры, мы купили землю под строительство дома, мы являемся ежегодными участниками поездок за границу, каждый год уже на нашем счету более 10 стран мира. Ну, конечно, до Полежаева нам еще далеко, да, в плане путешествия, но все-таки, то есть я считаю, что из обычной деревни, да, мы все-таки, то есть вырвались. И очень много окружений поменялось, все поменялось, да, а вот иногда мы, знаете, вспоминаем, вообще вообще все начиналось. И вот однажды, буквально несколько лет назад я совершенно случайно нашел вот этот вот, знаете, желтый такой уже помятый листочек, где еще была первая моя подпись, где еще была вот этот регистрационный взнос, регистрационная форма. То есть, понимаете, много лет назад мы заплатили 149 рублей, но только вдумайтесь, скажите, пожалуйста, 149 рублей сейчас и 149 рублей 10 лет назад, это же разные 149 рублей. Понимаете, сейчас 149 рублей вы можете любому человеку отдать, просто вот отдать и даже ни разу не вспомнить, и вам даже не жалко будет. А тогда 149 рублей я занимал, чтобы за них заплатить, да, за регистрационную форму. То есть это разные 149 рублей. Компания ничего не меняет, компания не увеличивает какие-то регистрационные взносы, все так же осталось. И вот мы нашли первый мой листок, это первый месяц моя работа, у меня зарегистрировалось порядка 30 человек, ну как зарегистрировалось, да, мы зарегистрировали. И в первый месяц мы вышли на 3%, мы сделали сразу 153 балла, потому что нам, либо стоящий лидер, сказали, что в этом бизнесе нужно делать личную активность, да, делать не с позиции, получится ли не получится, а делать просто с позиции, что, то есть, как вы знаете, с утра встать, умыться, там, позавтрак в туалет сходить, да, то есть вы это делаете каждый день. Вот так же и здесь нужно делать каждый каталог, вот эти вот личные активности. И мы это, все слова воспринимали как должное, и мы думали на том, не с позиции получится, не получится, а мы думали, так, что нужно сделать, кому показать, с кем встретиться, что я еще должен сделать, чтобы достичь нового-нового результата. И первый наш доход в этом бизнесе был 144 рубля, 144 рубля, это первый месяц работы, ну, по крайней мере, мы отбили регистрацию, да, вот, то есть, вот это вот, понимаете, начиналось все с этого. Очень часто я вижу, ну, такой, знаете, наверное, ошибку многих начинающих, ну, консультантов, партнеров, да, которые смотрят на уже успешных лидеров, как на, ну, на готовых, на готовые результаты. Говорят, ну, правильно они, ну, правильно у них, ну, правильно им, им проще, им интереснее, у них есть деньги, они свободнее. Я говорю, да блин, начиналось-то все с элементарного, просто очень часто многие люди не хотят ни думать, да, я говорю, вы же рядом не шли, я говорю, ну, вы же не знаете, как было, вы же не знаете, как этот человек, который сейчас стоит на сцене, как он к этому шел. Да, никто не хочет думать, что это труды, что это, ну, не один месяц трудов, да, что это все-таки определенная работа, по работе, в первую очередь, по отношению к самому себе, потому что работа над собой, это самая сложная работа. И именно по этой причине, я считаю, что многие люди, ну, возможно, не достигают каких-то должных результатов. Так что, друзья, все начиналось, да, с 149 рублей и первый доход 144 рубля. На сегодняшний день, ну, вот я не успел поставить этот слайд, да, но на сегодняшний день мы, буквально сегодня я ради интереса снимал, как бы, выписку, да, с расчетного счета через, через онлайн-банк, через свой онлайн-банк. То есть, с 1 января 2016 года по 30 сентября, ну, то есть, вот за 8 календарных месяцев, да, ой, за 9 календарных месяцев, то есть, наш доход составил без 7 тысяч 1,5 миллиона рублей. Много-то ли мало, я не знаю, то есть, 1,5 миллиона рублей за 9 календарных месяцев вы можете взять, разделить, посчитать, посмотреть, вот, но это те результаты, которые есть у нас на сегодняшний день, и мы на этом не останавливаемся. Мне всегда очень нравится эта вот фраза, да, что идеальное время никогда не наступит. Многие люди его ждут, многие люди думают, что вот сейчас закончится зима, будет лето, летом будет проще, да, сейчас закончится, я знаю, там, рабочая неделя, будут выходные, выходные будет проще, сейчас закончатся годовые отчеты, будет отпуск и будет проще. Да, сейчас, 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 я говорю, время идеального никогда не наступает, потому что люди всегда чем-то заняты, да, они всегда либо заняты, либо устали, либо молоды, либо стары, либо еще что-нибудь, да, и когда человек беспокоится о выборе лучшего времени, он просто теряет свое, да, он теряет свое время, которое никогда никто ему больше не вернет, и ни за какие деньги потом его не купят, да, и он неосознанно, наверное, неосознанно, ну, как-то спускает всю свою жизнь. Вот это вот, наверное, самое страшное, да, нужно ценить каждую минуту, нужно ценить каждую секунду, и нужно делать все по максимуму сегодня, когда нужно это делать, а не откладывать, не ссылаться на кого-то, не ждать кого-то, да, то есть не смотреть на кого-то, а просто делать, как это делают многие лидеры, которые на сегодняшний день растут. Как вы знаете, есть такая фраза, да, стрела, летящая стрела на пейзаж не замечает. Вот так же в нашем бизнесе нужно просто упереться в свою цель, да, вопреки всему идти к ней и слушать только своих выстоящих наставников, только тех людей, которые успешны в этом бизнесе, те, которые сейчас растут, и больше ни одного человека. И вот на этой ноте, да, вот на этом посыле к вам я хотел бы, наверное, закончить сегодняшний вебинар, да, еще раз большое спасибо Маргарите Алексеевне Полежаевым. Я уверен, что их история, их выступление заставит каждый из вас сегодня задуматься, да, задуматься над тем, то, что вы имеете на сегодняшний день. Это то, о чем вы мечтали, или это то, о чем вы сейчас мечтаете, или это то, на что вы способны, или неужели это то, ну, для чего вы родились, и что лучшего не может быть, и что на большего не способны. Вот выгоните эти свои мысли и прочь из головы, да, не слушайте вы неудачников, лузеров в этой жизни. Идите вы к своей цели, идите к своим мечтам, к своим звездам, да, через путь тернии, возможно, да, то есть через путь, он такой может быть нелегкий, но он, оно того стоит. Спасибо, друзья, всем за внимание, всем хорошей, эффективного недели, окончания 13-го утолога. Увидимся с вами на банкетах директоров, на золотых конференциях, на неформальных оффлайн мероприятиях, на школах активов, на турбазах, на семинарах. Еще раз всем спасибо, до свидания. Спасибо. 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 Спасибо.